После оплодоношения куст смородины стоит истощенный с озреванием ягод, но в эту пору ему требуется не меньше питательных веществ, чем раньше. Именно осенью будет закладываться основа под будущий урожай, поэтому смородину нужно правильно удобрить, чтобы в следующем сезоне ягода была сладкой и крупной. После сезона смородина категорически нуждается в фосфоре и калии. Этими удобрениями можно добиться хорошего возревания новых побегов, укрепления корней, а еще куст гораздо проще перезимует и не замерзнет. Лучше всего подкармливать растения осенью два раза, сразу после уборки урожая, в первых числах сентября и потом через 1-1,5 месяца в октябре. Применять азотные подкормки осенью не стоит, так как это может вызвать стремительный рост побегов, которые просто померзнут в зимнее время. Правильное формирование корневой системы растения может происходить только при наличии фосфора в составе почвы. На 1 квадратный метр посадок добавьте всего 3 чайные ложки суперфосфата или 1,5 чайные ложки двойного суперфосфата. В качестве альтернативы можно взять около 4-5 чайных ложек фосфорной муки на каждый квадрат участка. А калий поможет смородине справиться с зимними морозами, поможет укрепить иммунитет смородины и защитит от непогоды и вредителей. В качестве калийной подкормки подойдут хлористый калий, калийная соль, серно-кислый калий или же калиемагнезия. Сразу оба элемента калий и фосфор есть в комплексных минеральных удобрениях типа монофосфата калия или же фосфорно-калийная смесь. Кроме того, можно применять специальные осенние минеральные составы, в которых есть все необходимые смородине вещества для дальнейшего стабильного роста.